О ситуации на фронте можно прочитать в новостях. Есть заявление командующего вооруженными силами генерал-полковника Сырского. Есть потеряны некоторые села или то, что от них осталось. И тут никаких успокоительных историй на тему, что там того села не будет. Во-первых, за это село было пролито много нашей крови. Россиян тоже, но это не настолько важно в данном случае. А во-вторых, за каждый квадратный сантиметр украинской земли российских оккупантов нужно уничтожать. Я и скажу с того, что мы где-то остановим. И нам помогут и партнеры, и сами мы просто не имеем других способов выжить. Только остановить российских захватчиков. Но я хочу это видео посвятить такому военно-политическому аспекту. Собственно говоря, об этом мы постоянно говорим на этом YouTube-канале. Потому что как-то слишком много в последнее время заговорили о Гитлере, об Адольфе. Я помню, что я написал 24 февраля 1922 года. Путин равно Гитлер. И этого мнения начали придерживаться не только мы, не только украинцы. Соответствующие разговоры идут в Европе. Значит, Макрон нам говорит о том, что готов использовать свой ядерный потенциал французский для того, чтобы стать надежной защитой европейской безопасности. Ну, в общем, такой звоночек Владимиру Путину, что не только у него есть ядреная бомба. Значит, наш сосед, глава МИД Польши Радислав Сикорский вообще интересную базу выдал. Что Путин поступит как Гитлер. Кто бы мог подумать. Польским фермерам привет, но кажется, даже они понемножечку сворачиваются. А вообще, не про фермеров, это проявление внутренней польской политики. Так вот, к Сикорскому вернемся. Интересная цитата. И тогда, если оккупанты победят украинцев, Путин поступит так же, как Гитлер. Поступил с Чехословакии. Он возьмет промышленность и людей в Украине и мобилизует их для продолжения войны. Предупредил министр Республики Польша. Чиновник подчеркнул, что диктатора лучше остановить в Украине. Россия много раз нападала на Польшу за 500 лет нашей истории. Поэтому мы нисколько не удивимся. Но тут вывод какой. Тут не надо ждать, когда придется удивляться. И потом задаваться вопросом. А что же делать, когда российское полщище вышло на польскую границу? Нас, украинцев, такой вариант не интересует и не устраивает вообще. Почему я акцентирую внимание на этих западных заявлениях? Потому что народ на это все смотрит, что делает Путин. Там все вот эти продвижения русских оккупантов, не русских, а российских, считают и меряют потенциалы. Наши возможности, российские возможности. И такие вот вкрапления информации, что раз, Италия говорит, вы знаете, мы подумали-подумали и решили тоже будем поставлять вам ракеты Шторм Шэдоу. Там ракеты воздухоповерхность. Они не один российский корабль утопили. Ну и не только корабль. Там и склады были, и штабы, и так далее, и так далее. Так вот, чем чаще нам будет, ирония, конечно, в том, что чем тяжелее нам будет, тем больше будут поставлять оружие. Хотя, казалось бы, здравый смысл, логика, да банальное жлобство и экономия подсказывают, что раз вы увидели Гитлера в Москве, в фуражке настоящего Гитлера, то логика экономии подсказывает, что надо давать все оружие здесь и сейчас. Я вообще ощущаю, что в ближайшее время у нас появятся тамагавки. Так вот, что интересно. О Гитлере в очень интересном таком ключе начали говорить и там, на болотах. Размышлять о феномене Адольфа. Как у него это все получилось. И вы знаете, слушаешь высказывания в эфире российского телевидения, а лик Владимира Путина не покидает. Давайте посмотрим это. Чтобы мы никогда не забывали, с чем мы имеем дело. Посмотрим это. Ну а перед этим подписывайтесь на мой YouTube канал. Почему обещания этого конкретного человека так в сердце немцев попали? Потому что Гитлер был мастером лжи. Проблема немецкого общества в те годы была, что это было общество униженное и оскорбленное. Я не услышал, Путин был мастером лжи или Гитлер. Ну, по поводу Адольфа они говорят. Но вся лексика, которая используется российской агитационной машиной, она просто калька с Третьего рейха. Вот допустим, вот это обиженный и оскорбленный, разделенный народ. Кто подскажет мне и напишет в комментариях, кому принадлежит фраза? Русский самый разделенный народ на планете. Вся элита, российская об этом говорит Путин и все вниз по вертикали. Или, например, наши законные интересы, говорит Риббентроп, простите, Сергей Лавров. Здесь и сейчас законные интересы и исторические земли. Вот я слышу эти фразы, эхом отдаётся, нам нужно новое жизненное пространство. Кто бы мог подумать, что так оно всё похоже. И соответствующие параллели, они прямо в эфире НТВ, тоже мне. А если вдруг россияне догадаются, что речь идёт о них? Гитлер говорил, Германия стоит на коленях, я подниму её. Гитлер говорил, что у нас была великая страна, но мы проиграли войну, страна развалилась из-за кого? Из-за внутренних предателей. Ужасная геополитическая катастрофа спиткала Советский Союз. Развалился совок из-за несостоятельности людей, которые руководили этим монстром. Ну и безумной идеей, которая там, собственно говоря, культивировалась. Тотальное враньё. Ну так же было. Советский Союз это не колбаса дешёвая и вкусное мороженое. Это прежде всего враньё. Смотрите, когда он врал, он напал на Чехословакию, на Польшу, на Советский Союз, но всегда говорил, мы за мир, мы предлагали им договориться, они не стали с нами договориться. Вот тут я уже сам не могу понять, он говорит про Адольфа или про Владимира Путина? По-моему, всё-таки про Путина. Здесь география немножко другая. Грузия, Украина, можно Молдову писать. Уверен, что люди и этот список допишут. Сирия? А почему бы и нет? Ну да, напали. Начали бомбить, потому что хотели мира. Хотели договориться. И вот смотрите, кого мы видим в последнее время. Лукашенко и Путин всё время повторяют, да и Риббентроп, что мы готовы договариваться, но только на наших условиях. Всё изменилось. Вот это наше, вот это, и вот это тоже наше. Мы это не завоевали, но мы считаем это нашим. Говорят российские фашистские официальные лица. У Адольфа есть такая цитата. Тут я уже не иронизирую. У Адольфа Гитлера. Он когда-то сказал, и эта цитата была, по-моему, в газете «Вправды». «Германия хочет мира, но только на своих условиях». Чем это отличается от того, что говорит сейчас Путин? По-моему, ничем. Мы только обороняем. Смотрите, люди бедные. Они видят, что демократия, которая есть в Эймольской республике, не работает. И они чувствуют, что у них была великая страна, которой их лишили. Путину повезло, а россиянам нет. Когда начали расти цены на нефть. Потому что вот это головокружение от просто безлимита бабла свернуло ему башню. Ну, в прямом смысле этого слова. Он начал там думать о месте в истории, учебника, возвращателе земель и всякое такое. И вот это вот люди бедные, да. Значит, ну действительно произошло, как в нацистской Германии. У них там после Первой мировой был кризис, эволюция. Масса проблем. Репарации были. И тут приходит Адольфий Путин. Стопроцентная калька. И изменяется в лучшую сторону уровень жизни. Что они делают в результате? Возносит своего фюрера. Ну и Первого, и Второго до небес. Слушайте, а мы точно разбираем эфир на российского телевидения? Может быть это, не знаю, агенты СБУ или ГУРа прорвались, пробрались на российский телеканал? Ну, реально? Нет отличий. Вообще нет отличий. Три фактора приводят к тому, что человек, который обещает все решить силой, моментально объединить разорванный немецкий народ, приходит к власти. Он обещал простые решения, максимально быстро и максимально жестоким способом. И позволял немцам не чувствовать себя злодеями и виноватыми. И я почему-то сразу думаю о выражении, которое используется российскими нацистами. Освобождение. Освободили Мариуполь путем уничтожения. И, к сожалению, не только Мариуполь. Села, по которым идет солдаты группы «Центр». И тут тоже, извините, это не фашистская Германия, а фашистская Россия. Потому что и у Гитлера была группа «Центр», ну и, соответственно, и у Путина есть группа «Центр». Почему? Ну, наверное, у них любимая. Надо же как-то найти слушателей, которые будут смотреть с таким, знаете, стеклянным взглядом на фуражку. Ну, Адольфа или Владимира, тут уже не важно. Ну, и говорить, давай, отправляй нас на мясо. В части «быстро» это тоже полная калька. А ну-ка, давайте-ка вспомним, что российская пропаганда говорила перед большой войной. Сначала они говорили, 8 лет бомбили Бамбас. А потом что? Решение какое было? За сколько часов? За три дня? За 72 часа, да? Это Киев, Победа, Парад. Простое решение. Просто нужно сделать шаг вперед по чужой земле. И сразу в ад. Пообещал поднять Германию с колен. Это сладкие слова, которые ложатся на уши любому всегда человеку. И тем более делают из людей сторонников фашизма. Гитлер это не типичный немецкий феномен. Гитлер это феномен каждого оскорбленного и униженного общества. Это вообще крамола. Тут нужно добавить, что сказать, что россияне были унижены или оскорблены. Да нет. Они воспитали в себе это чувство сами. Что вот они такие вот растакие, они победители. Сталин победил Адольфа. Ну и так далее. Это искусственное чувство, которое начало появляться у них после какого года? После 2005-го, когда Путин ввел моду на Георгиевскую ленту. Колорадку. Сейчас она называется только так. И вообще не ассоциируется ни с чем, кроме безумной войны Путина. Да и российским фашизмом. Это же такой признак времени. А по поводу вставания с колен. Я когда работал в Москве, помню, значит, возле главной московской мечети, там где Олимпийский стадион, проводился митинг. И митинг этот был в поддержку Игоря Стрелкова, который на тот момент был в Славянске. И почему-то собравшиеся на российские нацисты. Их тогда было не так много. Они кричали Гиркина в президенты. А еще выступали и российские десанты, которые приехали в отпуск. Да, еще 2014-2015 год. И один из них по поводу вставания с колен сказал такую фразу тогда. Мы не упали на колени. Мы просто завязывали берцы. И потом, после 2014 года, эта фраза начала культивироваться. И в некотором роде стала таким гимном российского фашизма. Которому обещают легкое решение. Советы всем. Два года назад на русском языке вышла книга «Мобилизованная нация». Книга британского историка Николаса Старгарта, который как раз десятками тысяч изучал дневники и письма. И действительно, люди, которые солдаты приходили уничтожать нашу страну, они писали. Как хорошо, что мы сюда пришли. Они пришли к нам туда устанавливать свои ужасные порядки. Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение. Это была вынужденная мера. Мы нанесли превентивный удар. Если бы мы не напали, то на нас напали. Но всем известно, что наш президент не просто готовился к нападению на Москву. Мы еще выращивали этих голубей радиоактивных, гусей генно-модифицированных. Ну и всякое-всякое такое. Было такое? Было. Только единственный момент тут есть очень важный. Все-таки есть отличие между Россией и Третьим Рейхом. Очень важное на самом-то деле. Но оно есть. Я вам сейчас о нем расскажу. Многие злодеяния, которые творились с нацистами, в этих дневниках и письмах, так, например, солдат писал, да, массовые убийства евреев происходят. Но не бери это в голову. Это нужно делать, чтобы бороться с коммунистами. А то они придут и нас здесь всех уничтожат и покорят. Ой, а вы знаете, отличий-то на самом-то деле нет. Сейчас на месте евреев украинцы. То есть политика, она идентична. Уничтожение, уничтожение, уничтожение. Вот у меня там предыдущее видео. Это там мудозвон, кричит Васе Вакарову. Мы придем и убьем вас всех нацистов. Тут прикольно, что Вася Вакаров, он когда-то называл себя украинцем, теперь получил на российский паспорт и теперь играет роль украинца, но уже с российским паспортом. Но бог с ним, как это, Кирилл разберется с ним. Ну или Василь, это тоже не принципиально. Он в этом механизме нацистском далеко не основной. Так, даже не шестеренка. Так вот, насчет того, что немцы писали, что вот евреев нужно уничтожать. И обосновывали это. Находили там оправдания, аргументы. Ну конечно, они же такие вот плохие. И вот по поводу украинцев тоже происходит подобная история. Почему? Потому что тогда же не было телевидения, а сейчас есть. И у них вот эти вот нон-стоп ненависти. Любые новости, с чего начинаются. Когда доблестные российские пилоты рассказывают, как они борются с НАТО и наносят удары по украинским позициям. Самолеты, артиллерия, танки. Все бодренькие, все чистенькие. Солдат всегда готов, солдат всегда одет. Не помню там эти слова Высоцкого. Солдаты группы Центра. Кто досмотрел до этого видео, можете погуглить. Слова такие, ну реально, один в один. Значит, перед нами все цветет, за нами все горит. Ну так вот они и поступают. И вот почему можно чутко зафиксировать вот это вот единение. Они действительно современного Адольфа поддерживают. Поддерживают. И не скрывают этого. Владимир Владимирович Путин однажды все-таки оставит пост президента. Каким бы Вы хотели видеть нового президента России? Таким же, как Владимир Владимирович Путин. Вот таким же. Ну, примерно таким, как Путин. То есть он должен продолжить нынешний политический курс? Да. Чтобы пенсию вернул в 55 лет. А кто хочет, пусть работает до 100. Чтобы у меня альтернатива была. Политического курса. Пока мы идем вроде как все правильно. Надежды ни на кого нет, только на него. Я так думаю. Уж он это начал, пусть доводит до конца. А потом уходит на покой. Спасибо большое. Вы хотели бы что-то добавить? Нет. Каким бы Вы хотели видеть следующего президента России? Как Владимир Владимирович Путин? Путин однажды все-таки уйдет в отставку. Каким Вы видите следующего президента России? А это страна обречена. Сейчас масса народа и на Западе говорят о том, что обречена, она распадется, что-то там изменится. Но возможно так оно и будет. С большой вероятностью так оно и будет. Наша же задача не ждать, когда это произойдет, а выжить, пережить эту войну физически. И давайте-ка, чтобы не было вот этих вот соплей, грусти и уныния. Оружие будет больше, оно будет высокотехнологичным, появятся самолеты с разными-разными ракетами. Они же действуют как? Немцы на самом-то деле были высокотехнологичной военной машиной. В немецкой армии выражение мясной штурмы, оно отсутствовало. А у россиян оно присутствует. Даже вот из последнего. Что у нас? Ну что же, бомбим Рашку. По Брянску сегодня прилетала. До этого по аэродрому в Краснодарском крае прилетала. Военному аэродрому. По складу хранения комплексов коррекции и планирования мы попали. Это же важно. Сегодня ночью были сообщения о том, что что-то прилетело на мастер Ханхут. Возможно наши атакамсы прилетели. Так что боритесь-то по бороду. И видео это на самом-то деле, я даже не знаю, почему я его записал. Наверное, для себя в том числе. Чтобы понимать, что это чума. И тот, кто не борется, тот просто будет уничтожен физически. Лагеря и так далее. Помнится, были времена, когда представители Единой России, это партия Путина и алкоголика Медведева, они писали такие тексты, что как здорово было бы жителей Востока и Юга Украины переселить в Сибирь. Они никогда ничего не скрывали. Вообще. Это важно. Слушаем и допомогаем Збройным Силам. Подписывайтесь на канал. Называем вещи здесь своими именами. И самое главное, что... И тут сейчас начнет фашистов крючить. Украина была, е-и-буд-э. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok